Украина создает собственную флотилию дронов. Здесь не будет ни крейсеров, ни флагманов, ни эсминцев. Быстрый, незаметный и крайне эффективный. Действительно, флот 21 века. Речь в первую очередь идет об инциденте в Севастополе, который в РФ уже успели окрестить терактом и даже нашли виноватых. Хотя на самом деле некто с помощью беспилотников поразил несколько военных кораблей РФ. Которые во время войны являются вполне законными целями. Киевским режимом проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополя. В атаке были задействованы 9 беспилотных летательных аппаратов и 7 автономных морских беспилотных аппаратов. Что способен сотворить целый флот подобных беспилотников, тяжело даже прогнозировать. Информации об этом проекте пока немного. Большинство данных засекречено. Однако сама идея создания армии беспилотников ясна. Это безэкипажные катера, которые явно будут иметь определенные устройства с ориентированием по спутниковой связи, управления по спутниковой связи. Ну и которые, конечно, будут представлять собой, по сути, безэкипажный катер «Камикадзе» с довольно существенной нагрузкой взрывчатого вещества, боевой частью, которая будет детонировать при соприкосновении с военным кораблем Российской Федерации. Комплексное использование дронов, воздушных и подводных, способно не только обезопасить Черное море, но и сыграть важнейшую роль в будущей освободительной операции полуострова Крым. Количество может быть и небольшим, но точечно может выполнять те или иные задачи. На самом деле, тут правильно нужно понимать вообще, что робототехника и дроны, неважно это воздушные либо надводные дроны, это в первую очередь разведка. Это инструмент для получения оперативных данных. В режиме онлайн получать разведданные за сотни километров от суши. При этом разведывательные дроны, вероятно, будут работать в связке с ударными, что позволит в кратчайшие сроки уничтожать обнаруженные цели. Следующая категория в этой армии, это, конечно же, надводные средства, те же самые безэкипажные катера, которые будут выполнять соответствующие функции. Либо как в роли камикадзе, либо на них может быть размещено определенного рода вооружение. А стрелкового типа, поражающего типа, ракетного типа, например, некоторые комплексы, противокорабельные легкие комплексы и прочие виды вооружения, которые можно использовать и даже по живой силе, как вариант. Их можно использовать как в реках, озерах, так и в открытом море. При этом стоит помнить, что цель и средство поражения – это несоизмеримые по цене вещи. Дрон в десятки раз дешевле корабля. Эпоха пафосных военно-морских парадов советских судов, так полюбившаяся россиянам, уходит в прошлое. Если в РФ граждане приходят в экстаз, созидая мощь огромных военных кораблей прошлого века, то украинцам достаточно будет посмотреть и на сравнительно маленький беспилотник, понимая, что его с лихвой хватит, чтобы потопить очередной вражеский эсминец или корвет. Цель такая, как фрегат проекта 11-356Р, флагман российской черноморской флотилии адмирал Макаров. И против этого довольно-таки серьезного военного корабля небольшой безэкипажный катер, который вывел его из боеспособного состояния всего-навсего одним попаданием. Причем работать над обороной Украины у нас принято всей страной. И создание флота морских дронов не стало исключением. На государственной платформе Юнайтед-24 присоединиться к сбору средств может каждый желающий. Этим проектом Украина показывает, что перевооружение – это не замена старых автоматов новыми. Это принципиально другой подход – сохранение жизни человека за счет новых военных технологий. Это ближайшее будущее ВСУ и недостижимая задача для армии России.